Всем привет, дорогие друзья! С вами Кавсида Юрчка, ребята! Сегодня со мной играет Кустик, это GTA 5 и рубрика «Прыжки без колёс». Кавси, привет, привет! Итак, ребята, давненько её не было, но тем не менее, давайте проведём этот эксперимент, потому что он довольно-таки весёлый, и у нас на проекте появилась куча новых машин. Напомню, что новый карпак включает, наверное, более тысячи реальных машин, которые, надеюсь, мы сегодня протестируем. Итак, ребята, что мы будем делать? С помощью рандома на первый раунд, ай-яй-яй, мы будем спаунить себе одну случайную тачку, пробиваем ей колёса, и получается на сдутых покрышках, либо же на дисках, буквально от машины, мы будем, ребята, с помощью нитро, то есть турбоускоряться вот до этой линии. Здесь мы его отпускаем, скользим, прыгаем, и задача приземлиться машиной на поверхность и пытаться как-то ей управлять, если она будет скользить. Так, слушай, у тебя первая тачка Супра довольно-таки интересненькая. Так, что у меня будет? У меня будет вот такая бэха, ребята. Напомню, что есть машины, которые очень маленькие, которые не прыгают, цепляются, с этим ничего не подделаешь. К сожалению, это, как говорится, реалии непосредственно, которые здесь у нас есть. Поэтому давай попробуем. Ой-ой-ой, вообще, бэх не едет. Ну и, в общем-то, разгоняемся, она на дырке встает. Серьёзно? Так, всё, отпускаем управление. Ой, а у меня очень низкая машина, и у тебя низкая. О, у меня тоже очень низкая машина была. Ну, по тебе видно было, у тебя там прям развал такой. Опа, бэха, скользить немножко, но немного. А, она даже не скользит, просто. Смотри, теперь взлетай через два и смотри, сколько у тебя баллов. У меня, получается, 44. А у тебя прям ровно 20, да? То есть один кубик, это плюс один балл, чтобы ты понимал, как ориентироваться. Окей, тачки можно удалять, ребята. Пока что идём на второй раунд. Ребят, также забыл сказать, что машину может выбросить за, получается, пределы. Поэтому, где ты вот падаешь, сравниваясь с низом, получается, нашей ездовой поверхности, то там уже всё. Опа, давай грузовики считать не будем. Мне кажется, всё-таки они не прыгнут, они очень здоровые. Но внедорожники используем. И, на самом деле, я тебе скажу, внедорожники на этом испытании имба бывают. Ламба, но странная какая-то, страшная. Ребята, также забыл сказать, что мы используем тачки абсолютно все. Даже из реальной жизни и из ГТА. Прикинь, у меня даже ГТА не спаунится. Ты, наверное, где-то накосячил, поэтому у тебя ничего не спаунится. Короче, у меня ГЕРО, я готов. У меня всё хорошо. Машина, правда, низкая, но я надеюсь, что прыгать будет. И, кстати, ребят, напомню, что после последнего раза, когда мы снимали данный эксперимент, у нас сменился сервак, и сейчас машина не прокачивается. Если раньше была подвеска, сейчас такого вообще нету. Машина просто в стоке. О, слушай, я возьму Форд. Форд? Ну, давай попробуем. На самом деле, грозно выглядит и думаю, что, может быть, далеко улетит. По баллам, ребята, вы всё видите сверху. Я всё это красиво посчитаю, чтобы вы не парились. А в конце мы узнаем уже, кто победил. Чё, по к нам, я первый пойду. Так, ну давай. Можно и вместе, главное, чтобы... Не выкинуло! А я цыпанулся. А ты тоже цыпанулся. Как ты так летаешь? На самом деле, здесь как повезёт. Вот он прям рандомно максимально. Кошмар. 25. Да, больше 25. Двадцатка снова, прикинь. Нифига, да ты этот, само постоянство, я смотрю. Ну, ладно. Хорошо. Хорошо, мне радует, что ты не прыгнул. Ну, хотя, понятно, почему у тебя колёсики маленькие, а тачка-то здоровая. Да, да, тачка здоровая, да. Так, ребят, продолжаем третий раунд. Опять-таки, у меня три тачки, у тебя зверь. И как бы пока, пока, пока такое. Байки не считаем? Нет, на байке ты не прыгнешь. К сожалению, вообще никак. Бронко, это мой шанс. Он и летает, ребята, очень хорошо. Я надеюсь, доедет. И подвеска у него высокая, но мне падает чит. Дима, здесь мусора уже на платформе. Чит вы тут? Не выпал чит. Он меня преследует кругом. И... Опять дорожный какой-то. Блин, знаешь, обидно. Я бы и форт хотел проверить. Но, ребята, я не могу от чита отвернуться, потому что чит это хорошо. Оу, подожди, лампа какая-то. А у тебя каунтач, и каунтач на самом деле очень хорошо летает, очень хорошо едет. Давай проверим. Хорошо, думаю. Давай, пробивай колеса, вставай на линию. Слушай, я вообще, у меня как будто колеса и не лопнут. И на чите, конечно, ехать прям кайф. Все, я погнал. Давай. Я очень, надеюсь, прыгну. Да-а-а. Ну, получше куда-то прилетел. Это не лучше. Результат, конечно, далеко не лучший. Ты скользишь неплохо. Смотри, как я с такой. Ты там ешь, кушаешь, что ли? Я не шал, я не шал. Серьезно, честно? Да. Охренеть ты доехал. Да, каунтач неплохая тачка. Слушай, ну, у меня 80, это экстравал новенький пока что. Единственный, который есть. Я тачку тут с края поставлю. Слушай, сколько у тебя? 65. 65. Вот, пожалуйста, ребята, как должны себя показывать машины на этом эксперименте. Они должны приземляться и, по идее, на большой скорости скользить. Но, к сожалению, скользят не все тачки, но хотя бы одна уже у нас была. И ты довольно-таки неплохо, как говорится, доехал. Что ж. Прикольная. Да, да. Я, если честно, не ожидал. Я сначала подумал, ты там читеришь втихаря. Но верно. Нет, нет, она прям... Такие машины есть, потому что... Так, окей. У меня какой-то ведроид первый. Второй еще один ведроид. И третий неплохой гетер. Кстати, который, скорее всего, я и попробую. Ой, ты куда? Во Вьетнам что собрался? Такое себе дело. Так. О, гетер классный. Что с колесами? Гетер дам. Надеюсь, это как минимум тот. Ой-ой-ой, без колес, конечно, он вообще... Ой, а он еще и беззвучный. Понимаю. Ладно. У тебя Мерседесик. И да, мы все абсолютно используем. Даже машины из реальной жизни. И машины из ГТА. Ну, не знаю. Давай, значит, мы берем колесики. У меня к ГТАРу вопросы. Ой-ой-ой, сразу ехал, ехал. Да, и в сторону выкинуло. А в том-то и прикол. А еще бывает машина, которая улетает в сторону. И удержать их нереально просто. Да, да. У меня то же самое сейчас было. О, слушай. Я вообще не прыгнул. У меня поддержка хорошая. У меня антибалл. 9 баллов. 9 очков. Понял. Да-да-да, ребят, смотрите, неплохо. Так, ты остановился. Это 47, 48. Ну, давай 48 сделаем в большую сторону. Так, ну окей. Слушай, я вообще не прыгнул. Я очень много баллов потерял. 9 это вообще ни о чем. Поэтому, пойдем дальше. Надеюсь, будут хорошие, да, тачки. Ну что ж. У тебя три машины. Это неплохой шанс вернуться вперед. А считается? Все считается. А то очень кустя из головы. Просто кустяка сегодня что-то троит, я смотрю. Так, хорошечно. У меня VXR еще упал. И на самом деле VXR-то медленный какой-то. Не самый радостный. На... Ну, пикап. А, кстати, у меня так что он был. Он же, да, ребят? Да, мне тоже он был. В комментариях напишите. Вроде он прямо один в один был. Может, это третий раз. О, Кадилл. О, Кадилл. Ну, какой-то, слушай, тоже маленькие колюсики. Низкие. Ну, выбирай. Он вообще какой-то странный. Я на самом деле взял бы вот Тойоту, которую ты удалил. Я бы попробовал. Все-таки, мне кажется, внедорожники здесь лучше. Ну, что-то уже все. Найди точно. Ладно, я поехал. Давай, с тобой. Так, хорошо. Ой, нам взлетают эти ешки. Да что ж... А, вообще, понимаю. Да-да-да. Я не прыгнул. Я цепанулся, ребята. К сожалению, подвеска очень низкая. 19 баллов. О, у нее. Смотри, она вообще не скользит. Ну, таких машин полно. Но, тем не менее, у тебя 33 балла. Даже... Да, 33, все верно. Блин, это хорошо. Я опять не прыгнул. Он рандомный, эй, слышишь? Продолжаем, ребятки. Ладненько. Я надеюсь, что чит был не последний, как минимум, у нас сегодня. Феррари низкая. И, кстати, маслкары летают хорошо. Я возьму стандартный маслкар. Ни на что его не поменяем. Стас, неплохо, да. Так, если честно, если честно, ребят, пишите в комментариях, предлагайте идеи. Может быть, эту рубрику можно как-то усовершенствовать. А у тебя, типа, китайский субурбан. Что-то такое. Еще две машины, между прочим. Или у тебя еще что-то было? Что-то я не обратил внимания. Еще одна машина. Так, еще одна. А, две, две. Две. Давай, давай. Удивляй. Чем-нибудь. Е-май, пожарка. Пожарку можно использовать. И вроде она неплохо скользила, если честно. Какая тут прям... О, чит! Е-май, ребят, чит, 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 чит. Ладно, я полетел. Я хочу посмотреть, как ты прыгнешь. Поэтому подожди немножко. То че, у меня вторая тачка цепанулась, третья уже. Все равно заносит. Понимаю. 19 баллов. Ты смотришь? Сейчас, да. Давай. Блин, мне не везет. Мне не везет. Я очень много баллов потерял. Чит надо удержать еще. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да-да-да. О, ну нет. Лети, 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 давай. Слабо. Очень слабо. Ну, на самом деле, на BMW... Он не скользит даже. А он и этот, знаешь, он низкий. 40 баллов ровно было. И проблема читов, на самом деле, в том, что у них хорошее сцепление с поверхностью. Поэтому, как бы, да, здесь они, скорее всего, себя показывают. Да, они сцепляются. Радостно выбить, который летает. Вот это там. Ну, тут, как говорится, не поскоришь. Да, это просто за счет прыжка, короче, вытащить. Так, ну, окей. Ё-май. Чё это? Чё это такое? Это чё за машина? Итальдизайн. Это что за тачка такая? Я такой, не знаю, ребятки. Под капотом что ты такое? ИТ18. 190 под капотом. Рампу мы считать не будем. Рампа не прыгнет. Она просто цепанется. Опа-на. Так. Порше. А зачем я удалял? Там же были машины. Ну, тогда я её... А, ну, давай. Я просто не видел, сколько машин у тебя было, но рампу точно не считаю, потому что рампа тупо не прыгнет. У меня какой-то спортивный гиперкар интересный, похожий, даже не знаю, ну что, он слишком здоровый какой-то. Ребят, в комментариях напишите, что это за машина. Я, честно, не знаю прям вообще. И, кстати, если нравится рубрика, самое время поддержать лайк. Поэтому, ребят, сверните ролик, поставьте лайк и продолжайте смотреть. Ну что ж, прыгаем. Я погнал. Крайне непонятная тачка. Понятно, бро. Облететь тебя главное чуть дальше, ура. Овощи, овощи. 14. Антирекорд было 9, поэтому ты не побил его. Такое, да, низкие тачки прям вообще нерадостно. Ну что ж, ребята, в общем-то продолжаем. Ещё будет куча раундов, поэтому три машины наконец-то у меня. Масселкар. Блин, у меня та самая, которая скользит, ребята. Это она, не она. Я её сейчас не помню, но вроде она прям топовая. Супер без колёс. И какой-то... Как здесь? Порш? Это Порш? Ёмай. Странно с тем... Это Порщ? Это Порщ, да? Кусап? Да. А тут Олд Нью. Как это Олд Нью староновый? Что-то, мне кажется, не то немножко название для этой машины. Так, взрываем, как говорится, покрышечки, колёса. Слушай, она скользит неплохо. У меня тут подвеска есть. Я поднял её. Ну, давай попробуем. У тебя на самом деле хороший, возможно, маслкар тоже. Джбойк. Я в стену летел. Перепрыгивай, перепрыгивай. А как быть, понял. Но через F2 если полетел, ты аккуратненько посмотри, покрышки могут восстановиться. Слушай, я долетел не так хорошо. Хорошо, у меня 28 баллов. Могло быть лучше. Просто низкие машины, ребята, тут подцепляются. Так, протыкаю. Протыкаешь? Ну, смотри, чем куш занимается. Колёса тырит. Это не ты случайно эти колпачки скручиваешь? Тихо, тихо, тихо. О, блин. Ну, меня-то не догнал, но 19 баллов получил. Ну, такой, да. Ну, что ж, ребята. По баллам, на самом деле, мне кажется, я уступаю кусту сейчас на данный момент. Урбан какой-то другой. Блин, был бы тот, это было бы прям 100% имба, если честно. Но так пока такое. Так, у тебя первая тачка раз. Грузовик читать не будем. И вторая, кстати, плюс-минус, возможно, хорошая тоже. Слушай, давай попробуем мы ещё за... Так. Так. Пепси колы, байки. Хорош. Дай мне тачку. Да, 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 это она. Она, в смысле, она. Она, в смысле, она или, в смысле, она, не она. Так. Она, она. Урбан 150 под капотом. У этого 202. Это летающий кадиллак у меня. Вопрос только в том... Да, что у тебя там, что берёшь? Кадиллак, конечно же, я возьму. У меня больше вопросов к тому, прыгнет он или нет. Потому что это самое важное, что здесь есть, в принципе. Ну, давай попробуем. Давай попробуем. Ты куда так? О, я говорил, он классный. Ну, я плюс-минус тоже выпрыгнул, но... Блин, я боком приземлился, но он боком как по маслу просто. Я вижу. Мне не повезло. Цепляются тачки, ребята, 44. 76. Е-май, 76 это сильно. Я понял, что это за тачка, ребята. Это одни из машин, которые тоже прыгают. Блин, достойно. И баллов у тебя, на самом деле, очень-очень даже много сыпет. Так, ладно. Ой, здоровенная тачка. О, слушай, слушай, слушай. Так, плюс-минус такой же, который был, да? Дэвил, мать его, 16. Угу. Мне кажется, не прыгнем, потому что я низкий. И опять щит. Тот же самый. Ну, ребят... А как он прыгнул в прошлый раз? 80. Ну, слушай, можешь брать? Я не буду, как говорится, выёживаться. Да, у меня положение такое, что мне нужно нагонять. Понял. Кстати, у него подвеска есть? Я в тот раз подвеску не поднимал. Надеюсь, сейчас полетим дальше. Так, ну что у тебя в итоге? Старенький, не знаю, типа, Плимута что-то. Может, не Плимута, конечно. Да, ещё две машины надо. Почему две? А, ты был дальше, всё правильно. Да. Эй! Был куст и нет куст, а всё, ребят, я победил. Так, ну что, давай, давай, рандом. Хоть стандартного-то завези кустику. Посмотрим, что там будет. Короче, последний раз пробуем. Ну, последний раз пробуешь? Всё, беру её. Понимаю. Так, ну давайте, ребят, попробуем на этот раз выжать ещё больше из корвета. О, приземлился идеально. Бочка. Бочка? Что там? Я не долетел? Или долетел? Я чуть дальше. 83 балла, ребята, второй корвет. На самом деле неплохо приземлился. Так, я только прыгаю. Давай. Ну что, слабовато, да? Да, слабовато. Ну, в любом случае, это хорошо. То есть это не 20 и скользит. 47 баллов чистыми где-то. Ой, какой 55, я думаю. Ну, ты какой хитрый. Вот, вот, надо проверять куста. Вы поняли, вы поняли, да? Короче, предлагаю сделать тебе ещё два раунда, ребята, а после этого будем уже, как говорится, с вами прощаться. Но, тем не менее, как бы три машины у меня, я бы ещё чит хотел какой-нибудь. Так, Бэха, GP1. Но мне всего лишь один раз он упал. Так, поэтому. Да? Я что-то думаю, я что-то думаю про Бэху. Я уже не думаю. Что-то посмотрел под капот и уже не думаю. Эй! Бой с ним. Понимаю, взял мне там. Ни за что просто навалял. Так, обычные колёса сюда, сюда, сюда. Я готов. Подвески здесь нет. У тебя что-то вообще ни одной машины. Даже стандартную, ребята, кустику не дают. Всё, ты, как говорится, закончил свой лимит, походу, на сегодня. Проквит, походу, какой-нибудь. Ну, хоть чего-нибудь дайте кустику. Алло. А машин сегодня было много. Ну, можешь попробовать ради прикола, но, мне кажется, во-первых, без покрышек ты тупо не доедешь ещё под нитро. На нём не было их. Ладно, я поехал. Сквозь меня проехал. Эй, джибоник. Е мать, ты там в живое веще. Слушай, ну, у меня Мерседес не прыгнул, поэтому мы особо много не теряем, чтобы ты понимал, у меня 11 баллов. Подожди, я всё-таки прыгну, потому что... Давай, попробуй. Ну, мне кажется, ты сейчас просто разкладёшься и всё. Давай, 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 давай. О, ну ладно. Слушай, неплохо. Да, вообще неплохо. Емать, я посемлился. Я литер... Не, не, размазал, скользишь. Размазал, это без меня летит. А, ну тогда в моменте, где ты упал. А 60 примерно было? А, нет, всё, он сюда долетел, всё, считай. Да, конечно, да, конечно. 80-ти. Ты сидеть надевал должен был. Ну, слушайте, ребят, кстати, насчёт байков, это хорошая идея. Типа, если реально прыгать, а чего бы нет, можно использовать. Потому что улетел, ну, даже если до 60 чистыми, это очень хорошо, да. Смотри, что я делаю. На дыбках ездишь без колёс? Ну, это ты нормально придумал. Как говорится, теперь шина можно не сжечь, и так пойдёт. Ребята, ставьте лайки, подписывайтесь. Все ссылочки есть в описании. Всем большое спасибо за просмотр. Всем пока. Пока-пока.